Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Вы видели видео про мою рыбалку, вы видели, наловила Алла рыбы. Рыбы хватит, как говорится, и посолить, и пожарить, и все сделать. Но я захотела приготовить котлетки. Котлеты, которые, я честно вам признаюсь, рыбные котлеты я не люблю. Но такие котлеты, которые я приготовила сегодня, из вот той рыбки, то есть вы все видите, ничего здесь нет, никакого монтажа, нету никаких подмен. Вы все видели, наловила, почистила, сделала. Вот это мне нравится. То есть все, ну, не в прямом эфире, но все как реалити происходит. И хочу, чтобы вы приготовили такие котлеты. Я знаю, что таких людей, как я, которые не любят вот рыбные зелья, очень много, но рыба полезна. Даже речная. И некоторые говорят, фу, такая мелкая рыба, она пахнет тиной. Сегодня я хочу поменять ваши стереотипы и хочу, чтобы вы приготовили эти котлеты. Не буду долго разговаривать, потому что видео не короткое. Рыба, с рыбой много волокиты, как говорится. Но это я просто так. Это я говорю так, чтобы вы испугались. Но вы меня не испугливы, правда? Правда. Я шучу. Смотрите, рыбки немного я оставила, а котлет получился целый противень. Как бы вам показать, чтобы вы видели, они горячие, я только достала. Смотрите, смотрите, какие котлеты. И сколько их получилось из 12 небольших рыбок. Вот такие котлетки. Я только достала их из духовки. Какая там сырость, какой там запах рыбы. Я же притрусила сверху апельсиновой пыльцой. И это простое, простое, дешевое блюдо моментально превращается в ресторанное блюдо. Ну все. Вы смотрите видео, если вас заинтересовало. А я, в конце концов, уже пробую, потому что я еще не пробовала. Какие на вкус? Вы обо всем узнаете, когда посмотрите мое видео. Все. Готовьте, пожалуйста, котлеты. Нет рыбы? Идите на базар. Посмотрите видео, где мы с Ларисой были на рынке. Бьем ноги на рынке. Часть вторая. Там рыба стоит 20 гривен. Это меньше доллара. Но вы не хотите, потому что она маленькая. Смотрите видео, и вы найдете выход с этого положения. Все, мои хорошие. Готовим котлетки с мелкой рыбы. Хочу вам сразу показать, чтобы вы знали, как это все делается. Котлеты из мелкой рыбы. Вы видели, на рынке тарань. Я взяла специально и поменьше, и покрупней, разного размера. Очистила. Нету здесь чешуи. Видите, чешуя я сняла. Что она такая махкает? Эта рыба 20 гривен килограмм. С этой рыбы можно приготовить вкусные котлеты. Некоторые берут мелкую, снимают чешую, убирают внутренности и перекручивают два раза на мясорубку. Я не люблю. Мне все равно, я чувствую там эти, как они называются, кости. Смотрите, я отрезаю голову. Мне голова не нужна. И вам она не нужна. Так, теперь разрезаю живот. Убираем внутренности. Здесь есть икра. Смотрите. Вот икру. Это Мартын будет кушать. Икру отбираем, промоем и или добавим в котлеты, или можно пожарить. Все. Смотрите. Я не убираю здесь вот такие плавнички. Не срезаю. Мне будет проще. Тогда с помощью их отделять мясо. То есть вы должны сделать вот такие тушки с рыбы. Вот так. Видите? Так, я еще раз покажу. Это такая более большая. Вот поменьше. Голову отрезаем. Я вообще, головы... Есть люди, которые любят головы. Но я не люблю их. Зачем я буду масло портить на жарку? Видите? Икорка какая хорошая. Вот икру. Аккуратно. Она вот так вот отдельно отделяется. Раз. Икра. И сюда мы ее промоем. А это все. Убираем это Мартыну или просто выбросим. Так. Мы потом еще промоем. Смотрите. Внутри она чистенькая рыбка. Смотрите, какая классная. Видите? Вот такая вот рыбка. Вот такие тушки. Мы сейчас... Вернее, не мы, а я сделаю вот с этой рыбы. Это очень просто. Плотва. Это рыба. Тарань. Плотва. Она очень легко чистится. Это не окунь. Ну что, мои хорошие. Эту кастрюлю. Я ее вымыла. Она чистая. И рыба. Вот она вся. Почищенная. Я просто сюда перенесу, чтобы вы видели. Так. Икорка. Вот видите, какая разная по цвету. Икру я варить не буду, потому что она будет очень твердой. Сейчас вы можете в эту воду добавить немножко соли. Так, немного соли. Эта вода должна закипеть. Добавим сюда... Так, а где мой... Лавровый лист. Если у вас есть там что-то для рыбы, пожалуйста. Это мы сейчас... Чем мне нравится этот способ котлет... Котлет приготовления, что мы убиваем вот этот вот речной, тиновский запах рыбы. И вот здесь у меня немножко такая приправка есть. Здесь перец с горошком, гвоздичка. Так, все. Даже ларушку бросите, уже будет хорошо. Сильно не переусердствуйте специями. Просто-напросто, чтобы убить... Кипячение убьет этот запах. Ну и потом все-таки мы... Самая главная задача у нас лишиться костей. Все правильно. Нам нужно убрать кости. Как это все будет происходить? Сейчас вода закипит, и я вам покажу. Так, вода кипит. Вам видно, да? Сейчас немножечко так приближу. Так, и сейчас мы берем эту рыбу и вот так вот отправляем в кипяченую воду. Старайтесь, чтобы в один ряд она была, чтобы она одновременно вся приготовилась. Потому что если одна будет выглядывать, вторая будет ниже, она неравномерно приготовится. Так, пахнет очень хорошо специями. Никакой сыростью не пахнет. Так, смотрите, видите? Вся рыба у меня покрыта. Сейчас рыбка закипит. Буквально пару минут прокипит, и мы ее будем вытаскивать. Как только мясо начнет отделяться от кости, сразу вытаскиваем. Не нужно переваривать. Так, миску эту я вымыла. Вот смотрите, у меня еще не кипит. Я еще одну луковицу сюда бросила. У меня еще не кипит вода, но я уже вижу, что у меня мясо... Вот смотрите, если я так вот ее поддену, оно отделяется от кости. Видите? Вот. Все, достаточно. Даже можно уже выключить воду. Не надо ее тут варить. Самое главное, чтобы мясо отделялось... Вы увидите, вот оно, смотрите, прямо делится. Пар не видно, да? Вот. Видите, как отваливается? Вот так и должно быть. Выбирайте вместе и с луком, и с лаврушкой. Сейчас остынет, и мы легко оберем все мяско. То есть, смотрите, еще мясо держится на плавнике, но оно уже отделяется от кости. Вот так и должно у вас быть. В кипяченую воду бросили, и смотрите, не надо варить, это не уха. Очень хорошо пахнет, никакой сырости нет. Все, выловили рыбку, и пока сюда лучок тоже сверху, пусть он побудет, ароматик он возьмет. Все. Вот так в таком виде рыба у нас остывает, потому что мы сейчас не сможем отбирать. Она очень горячая. Как это все будет происходить, я вам покажу. Это очень легко, дорогие мои. Это легко, но зато будут котлеточки, Алочкины, просто супер. Мои хорошие, пока у нас рыба остывает, смотрите, я вот в пакете нашла старый хлеб. Ну как старый, засохший. Видите, какие? Прямо вообще. Не разрежешь ножом. Вот эти. Я не буду здесь срезать корку, потому что, если честно, у меня совсем мало хлеба. Видите, уже еле-еле разрезаю. Если взять, то в общем... Что за ерунда за горло, господи. Какая-то холера процепляется. Так. Сейчас я посмотрю, у меня еще есть хлеб. А вот еще у меня один кусочек. Это я вчера осталась. Все, хлеба нет. Я хлеба сейчас очень мало покупаю, чтобы меньше его кушать, поэтому это остатки. И вот, чтобы он хорошенечко размочился. Все. Вы можете... Конечно, это намного лучше, если залить этот хлебушек молочком тепленьким, и чтобы хлебушек полностью раскис. Но я сейчас залью тепленькой водичкой, потому что в моих котлетах будет секретный ингредиент, который вас немножечко может даже удивить, но он делает котлеты очень-очень вкусными, потому что на изделиях из дешевой рыбы, я не буду скрывать, я уже, честно говоря, профи, потому что у меня муж рыбак, и всю жизнь он приносит эту рыбу, и мне приходится что-то из нее готовить. Все. Вот пусть оно раскиснет полностью хорошенечко. Так, это готово. А мы с вами сейчас продолжим работу с рыбой. Вот она, смотрите. И знаете, что я вам хочу показать? Вот смотрите, где жидкость. Вот видите, вот эта жидкость. Сейчас, одну секундочку, что ж такое с горлом? Она, вот когда она постоит, вот остыла, я думала, что она еще не так остыла, ее поставила вниз, она уже как остыла. Она превращается в желе. То есть из этой рыбки, смотрите, можно даже готовить заливное. Смотрите, видите? Желе. Очень вкусное. Вообще просто прелесть. То есть много рыбы. Я же ее даже не варила. Я просто ее напросто почти довела до кипения, и все. Вот такое вот желе. То есть вы можете приготовить с этой рыбы, оставить бульон, выварить там кости вот эти, которые мы сейчас снимем, и приготовить желе. Так, все. Хорошо, рыбка уже остыла. Я думала, что она не настолько остыла. Я ее поставила, вон туда в холод вынесла. Ну, что говорится, зима. Сейчас будем оббирать эту рыбу. Так, начинаем очищать рыбу. Берем емкость, которую будем складывать. Так, смотрите, я беру, ну вот сейчас на более крупной покорой, сильно остыла. Сразу вы должны удалить вот эти вот, вот так вот глубоко, плавнички. Видите, вот на них остаются колючки. Вот, удаляем. Удаляем вот эти все боковые плавники, те, которые внизу плавники. И вот этот вот хвостовой тоже так выдираем. Видите, вот. Вот косточки. Видно вам? Это тоже убираем. Так, и теперь вот так пальчиком, вот тут такая, где плавник убрали, как щель образуется, как селедку вы разделываете. Пальчик сюда вставляете. Вот так вот, раз. И смотрите, вот это мясо все обираем. Оно очень легко отходит. Я просто немножко переохладила его уже. Надо было, смотрите, пальчиком поддеваю. Смотрите, раз. И ребра остались. Мясо снялось. Если даже где-то манюсенькая косточка останется, она останется у вас на ноже мясорубки. Вот смотрите, я вот так держу. Легенько. Оп. Чистое мясо. И остается вот такой вот хребет. Вот представьте себе, как можно перекручивать и сколько раз перекручивать, чтобы удалить вот эти кости. Никак. Они все равно будут чувствоваться. А вы вот такими легкими движениями освобождаете полностью. Вот так, смотрите, как посмотришь, вот здесь даже не похоже на кости. Такая, как расчесочка маленькая для ресниц. Видите? Все освобождено. Вот маленькую рыбку берет. Вы скажете, ой, на большой удобно, на маленькой нет. Единственное, что стильно я остудила, вы видите, она прямо холодцом взялась. Верхний освобождаем. Под хвостом. и вот эти все боковые. Так. И теперь разорвало я. Здесь не получится цельно, потому что разорвало. Оно прилипло к той рыбе. Остыло. Все. Начинайте сразу снимать мясо. Чуть-чуть тепленькое снимаем мясо. А то я чересчур ее остудила, и оно прямо, знаете, как холодец получилось, и держится друг за друга. Так. И вот так вот аккуратно. Все чистое мясо. Вот, пожалуйста. Ничего страшного в этом нет. Не переживайте, мои родные, а то вы будете сказать, ой, это долго, это так плохо. Вот этот лук, вот этот лук, вы можете, ну, нет, я его выброшу, потому что он взял запах в себя сырости рыбы, поэтому я выбрасываю. Все. Вот эту рыбку я сейчас всю раздену и отправлю сюда. Вот здесь у нас получается чистое мясо. Просто чистое мясо. Продолжаю. Ну что, мои хорошие, вот я рыбу всю отсоединила, даже тот холодец, который образовался, я тоже взяла. Беру большую миску, я эту же помыла. Сейчас я пропускаю через мясорубку эту рыбу. Затем вот такие вот два кусочка сала. Если вы не едите свинины, не надо сала, можете добавить кусочек сливочного масла, перекрутить. Это для сочности, потому что рыба у нас не очень жирная, она маленькая. Так, отожмем батон, который у нас здесь есть. Две вот такие вот луковицы средние, я взяла с зеленью даже. И секретный ингредиент, это две столовые ложки творога, самого обычного творога. Если у вас нет творога, добавьте тогда кефир. Ну, конечно, лучше ряженку, знаете, которая вот с молока получается такая хорошая. Ну, я думаю, что творог, это не такая проблема, можно это все сделать. Нет творога, готовьте без творога. Так, сейчас я пропускаю один раз, немного я буду пропускать, один раз пропускаю рыбу и все. Так, включаю мясорубку. Я перекручу рыбу без шума, то есть я этого вам показывать не буду, потому что это очень-очень шумно. Скажу одно, вот я сейчас всю рыбу сразу высыпала в контейнер, сразу. И теперь буду толкушечкой ее подталкивать и все. Если где-то манюсенькая косточка осталась, она у нас перекрутится. Так, я перекрутила сюда сало, рыбу и лук. Смотрите, сколько фарша получается. Так, и теперь ссеживаю вот эту булку, пробую, чтобы она вся мягенькая стала, потому что вы помните, у нас сильно она была такая засушенная, она вся воду в себя впитала, поэтому точно так же высыпаю сюда в контейнер и пропускаю хлеб. Хлеба немножко у меня осталось, вы видите, сейчас я сюда в отверстие отправлю творог. Это для того, чтобы этот творожок, две ложки, хлебушком продавить, чтобы в мясорубке, в шнеке ничего не оставалось. Я не имею ввиду творог. Все, и продолжаем. Так, все, все разбили, перекрутили. Сейчас я вот так вот ручку, чтобы уже не мыть, выбью сюда одно яйцо, хватит одного яйца, не надо много яиц. Так, это мы все будем сейчас мыть. И если были косточки, они остались у нас на шнеке. я сейчас, почему я взяла большую миску? Потому что мне будет удобно здесь вымешивать фарш. Я люблю большие миски. присолю. Сейчас я немножко так яйцо пересолью. И вот так вот прямо в этой мисочке вот так его соединю. Желточек и белочек вместе, чтобы разошелся. и теперь потихонечку добавляем этот фарш. можно сделать по типу как котлета по-киевски вовнутрь добавить сливочного масла. Но я хочу эту сделать котлетку рыба дешевая, маленькая, а котлеты будут большие и вкусные. Вот я рукой вымешиваю и чувствую нигде никакой косточки, ни граммулечки нету. Никакой муки, никакой манки добавлять не будем. Вот консистенция какая есть. У нас фарш не жидкий. Сейчас добавляем соль, перец, все по вкусу как вы любите. Если у вас есть приправа к рыбе, пожалуйста, то есть по соли и по перцу это ваш личный вкус. Я добавлю сюда черного молотого перца и чуть-чуть может быть сухой паприки. немножко для цвета и все. Вот базилик сухой, немножко паприки и сухой чеснок. Все. Если у вас нет сухого чеснока, используйте свежий. Ну, тоже опять-таки по вкусу. Сейчас все хорошо перемешиваю, отобью фарш и фарш готов. Постоит минут 15, пока я помою посуду и уберусь и мы с вами будем формировать котлеты. И мои, хорошо, что я еще не помыла мясорубку, а за икру мы забыли. У меня же икра, вот она. Смотрите. Мы сейчас ее пропустим через мясорубку сюда в общий фарш и перемешаем. Она мягкая, это не щучья икра. Она такая, знаете, мелкая, мелкая и мягенькая, поэтому она не будет отличаться от общего фарша. Хорошо, что вспомнила, а то стоит на столе. Все, перекручиваю. И кусочек фарша я пропихнула, видите, икру. Вот она икра. Я ее сейчас хорошенечко вмешиваю в основное тесто. Я вам скажу, если вот так вот икорочки насобирать с рыбки, когда вы делаете котлетки, ее очень вкусно пожарить с лучком вот так на сковородке, сделать такие икорные оладьи. Все можно придумать. Можно было даже сделать эту икорочку немножко с лучком и в серединку котлетки каждой положить. Тоже было бы вкусно. Но это уже называется фантазия, полет ваших мыслей. Вы можете это все делать. Я вам подсказала, вы там уже делайте как хотите, потому что вы хозяева у себя на кухне. Все, никакого запаха рыбы нету. На соль еще, еще чуть-чуть. Все. Так, все, мои хорошие, фар стоит. И я убираю все. И мы продолжим с вами. Продолжаем. Значит так, я взяла муку, насыпаю обильненько на коврик муки. Это пока пусть полежит здесь. Так, ставлю на огонь сковородку, пусть нагревается на медленном огне. На медленном, на большом. это как вы, сковородка. Сковородочку. Наливаю растительного масла ложечки 3. Сейчас я вам покажу. То есть, дно должно быть покрыто маслом, но не фритюр. Вот, чуть-чуть. Уже не очищается моя любимая сковородка. Вот видите, вот так все. Пусть нагревается потихонечку. А мы с вами сейчас увлажняем ручку в водичке. Подвигаем фарш и делаем вот такие вот котлетки. Видите, они хорошо держат форму. Не надо большие, такие как куриное яйцо. Можете иметь. Так, здесь это я говорю так, как я делаю. А вы делаете, хотите, делайте на полкило. Хотите одну большую котлету делать, а то я неправильно сказала. Не делайте большие. Если вам нравятся большие, это такое дело. Мы не в общественном питании, нам вес не нужен, у нас недостачи не будет. Поэтому, если где-то одна меньше, одна больше, то не страшно. Ну, в общем, они, смотрите, вообще одинаковые. Вот, немножко видно вкрапления, видите, вот такие вот, как будто бы крупа пшеничная. Это у нас батон, который мы не очистили. Но я вам объяснила. У меня было мало хлеба, поэтому я его не чистила. А вы снимите шкурочку, и у вас будет белая однородная масса. Ну, это не так страшно. Так, сейчас я сполосну ручки, и мы с вами начнем формировать, панировать котлетки. Так, как говорится, поехали. вот так хорошенечко котлетку эту. Толщину котлеты смотрите сами, как вы будете делать. Толстую, круглую, тонкую, вернее. Где уже будете самую котлету выделывать, как сырники делаем, ребят. вот так вот котлетка такая. когда будем отправлять, мы лишнюю муку уберем. Так, сформируйте сразу, там у нас, наверное, опять котлеточек ляжет. так перевернули дальше. Точно так же, как сырники делаете, точно так и формируете вот эти имена, такие шайбы, котлеты. А если обыкновенные, круглые, господи, то в руку сейчас вам покажу. Мы следующую партию сделаем, как обыкновенные, пару штук. Это мы делаем прямо как в общественном питании. Так, слышу, 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 масло пахнет. Видите, масло разогревается и не брызгает. Значит, воды мало в этом масле. А что это за фирма масла? Я даже уже не знаю. Тоже куплю бутылку. Вот видите, как хорошо все вместе. Раз. И первую партию мы с вами сделали. Это для тех, кто боится, что пристанут котлетки к рукам. Ничего не пристанет, мои хорошие. Все будет чики-бомбон. так. Ну что, берем лишнюю муку вот так туда-сюда. Она вся упала, у нас лишняя мука. и отправляем на сковородку. Сковородка разогрета, вы слышите? Не горит, а разогрета. Вот так вот. Это я сейчас просто убираю лишнее. Следующую котлеточку. Не надо забивать эти котлеты яйцами, манкой. Зачем? Они должны быть нежными. Мука здесь корочка не для того, чтобы она хрустела, а для того, чтобы эта корочка задержала всю влажность котлетки, которая у нас есть внутри. Так, все и последнее. Вон она была еще одну. Так, все, обжариваю, и буду вам показывать, чтобы не носиться. А сюда сейчас новую партию котлет выкладываю. Точно так же немножко сюда. То есть у нас там раз, два, три, шесть, семь котлет может легко лечь такого размера на нашу сковородку. Поэтому сразу делайте заготовочку на семь котлеточек. Потому что если вы сделаете все, если у вас большой стол и позволяет, то мука отсыреет и будет приставать. Не надо. Вот первая обжаривается, вторую партию начинаете выкладывать. Даже можно чуть-чуть попозже. и вы видите, сколько у нас там было. Десять рыбок, да? Ну, двенадцать. Я не считала, честно говоря. А котлет вам хватит всю семью целый день кормить. и самое главное, что это вкусно. Вот если взять, лично сейчас о своем мнении говорю, если взять ментай мороженый, перемороженный, который в магазине, приготовить с него какое-то блюдо и вот эти вот котлетки свежей рыбы, поверьте, эти котлеты будут намного-намного вкуснее. Так, что у нас тут? Можно немножечко... Котлеты, смотрите, легко ходят, видите? Без проблем. Можно немножко добавить огня. Тут уже вы стоите, вы уже будете за ними следить. И как только подрумянинся с одной стороны, мы перевернем котлеты. Так, я готовлю противень, потому что котлет много, хочу в один ряд противень. Застилаю пергаментом и сюда мы будем выкладывать готовые уже котлеты. Но мы их будем доводить еще в духовке чуть-чуть, потому что это речная рыба. Я люблю обработку хотя бы минут 30-40 такой рыбы. Хочу при вас сейчас начать переворачивать, чтобы вы не сказали, что какой-то обман там или что. О, смотри, какая красота, видите? Вот так. То есть все красиво переворачиваю. Никакого обмана. Вы сами регулируете огонь, но самое главное, чтобы не были черные, а были такие румяные, янтарные сверху. Так, ну что, сейчас я поставлю сюда вот этот противень, посмотрим, что у нас тут. Сильно не надо, пусть они вот такие красивенькие, ну, о, вот нормально, все. Пусть они такие и будут. вот, и выкладываем их. Так, сюда добавим сейчас опять-таки растительного масла и выкладываем, ну, я сейчас немножечко так вот их один на один, краешки пусть подстанут, потому что у нас они все не влезут. Вот так вот все это происходит. Доливаю масло. Опять-таки, пару столовых ложек, много не надо. Формирую котлетки эти. Маленький-маленький огонь сейчас я сделала, потому что заговорилась. Вот сейчас мы можем сделать просто, как вы дома делаете, котлеты, без всякого ножа, без всякого этого. Вот в руке, вот в руке и, смотрите, и вот так вот придавили и не хуже, чем профессионально ножом, правда? Смотрите, и этот способ, чем мне больше нравится, что я прямо сразу делаю и вот отправляю на сковородку. Сковородка у меня горячая, не выключая, не убавляя. Вот смотрите, я так вот поколотила, покрутила. Вот когда я вот так вот делаю, лишняя мука уже у меня вся уходит. Прокрутила на руке, подбила, все. Вот такая шикарная котлетка. Я вам говорила, что я там выкладывала шесть котлет, а можно семь, то вы смотрите, если вы не очень опытная хозяйка, чтобы вам было удобно лопаткой переворачивать котлетки, то лучше пусть будет зазор, потому что вы можете просто соседнюю котлеточку немножечко порвать. Так что смотрите сами, это уже, как говорится, я вам тут не советчик. как вы сможете справиться. Вот хватит этих котлет, как говорится, и мне, и соседям, и детям, и всем. Так, чуть-чуть, я смотрю, что мне вот как будто масла не хватает, поэтому чуть-чуть добавляю масло. Вот точно так и сырники. Сырники, как обычно, делаю там, если вы хотите сделать одна сторона треугольная, вторая такая круглая, то ножом. Но я, вот я привыкла вот так вот руками, и все, как говорится, по-домашнему, вот именно вот это по-домашнему панировка. Во-первых, я и утрамбовываю, и у меня лишняя мука вот во время этих движений вся отваливается, и раз, повернула. Вот такая круглая котлетка, шикарно. Так, все, видите, теперь я могу вот эти все котлеты, которые у меня есть, я думаю, они туда поместятся, и все, и забыть за фарш, навести порядок с посудой. Все, продолжаю в том же духе. Так, ну что, все, последние котлетики, я уже все, которые были туда, как говорится, от правила, и теперь аккуратненько выкладываем на противень. Ой. Вы можете пока даже один на один, пока чуть подосыну, потому что они очень такие мягенькие, вот так раз, и маленькая, вот такая вот получилась. Все, котлеты готовы наши. Я поставила духовку, смотрите следующее, вы можете взять плавленый сырок, вы можете обычный сыр, взять, затереть, это ваше право. Вы можете добавить томат, вы можете сделать, что хотите, но я оставлю вот в таком виде, как вот у нас получились они. Только единственное, что я сейчас сделаю, я, это же рыба у нас, правильно, мы делали с вами, готовили, сейчас одну секундочку, я открою, пыльцу апельсиновую, сейчас, сейчас, вот она, апельсинового пыльца, я просто вот так, немножечко сверху, как присолю. Я вам говорила, что не пожалеете, что сделаете такую, чуть-чуть, видите, все, и возьму немножечко, господи, господи, когда эта работа закончится, вот скажите, вечную какую-то себе работу нахожу, вечную, то рыбу повесь, то рыбу сделай, то рыбу то, то рыбу все, вот так мы женщины, у нас вечно какая-то работа, так, я сейчас возьму масло, чтобы не наливать воды, оно у меня мерзло, это так, чуть-чуть, буквально, господи, тут 20 граммов, это просто, что я с куска режу, то кажется, 20 граммов масла, ничем не накрывая, отправляем в духовку, минут 10-15, но в общей сложности, честно говоря, рыба у меня проваренная, мы обжарили, термическая обработка, минут 5, там 15, и плюс еще 15-20, так как раз нормально будет, отправляем в духовочку, можете, если хотите, чуть-чуть капнуть по краешкам водички, так, опа, чуть-чуть, не надо много, потому что оно будет у вас паровать, и котлеты будут такие, знаете, как паровые, все, отправляем в духовку, духовка 180 градусов, так, пожалуйста, полный противень котлет, и вот такая простая презентация, это пыльца апельсиновая, это лапша из огурца, и две котлеты, вы можете добавлять любой соус, можете приготовить соус, можете просто из кетчупа, можете просто из майонеза, как хотите, это ваше желание, но, мои дорогие, посмотрите, какие котлетки, прямо видно, какие они сочные, вы видите, вот, это не жир, я ничего в противень не наливала, они просто доготовились, в общей сложности, где-то 40 минут, с обжаркой, и с обжаркой на сковородке, варкой рыбы, с обжаркой на сковородке, и в духовке, 40 минут, потому что, это речная рыба, так, что, вот такая вот, как говорится, простая презентация, ничего лишнего нету, но, поверьте, если вы подойдите, даже без этих чипсов, просто, две котлетки, и, лапшу с огурца, на тарелке, своему мужу, или своим родным, они скажут, а что это за блюдо, и когда вы скажете, что это котлеты, из мелкой платвы, они вам не поверят, я уверена, что они вам не поверят, так, хватит болтать, беру вилочку, беру ножичек, ой, кругнулась, еще, правда, горячее, когда остынет, совсем другое будет дело, смотрите, какие котлетки, а горячо, ну, ребята, о чем здесь говорить, о чем здесь говорить, тут не нужно говорить, но мне немножечко не солено, как-то я не угадала по ссоре, здесь не нужно ничего говорить, здесь нужно брать ингредиенты, и готовить это прекрасное блюдо, все мои хорошие, котлетки очень вкусные, надеюсь, они вам тоже понравятся, подписывайтесь на мой канал, здесь все просто, но я еще раз говорю, что с любой простоты, если у вас есть желание, вы сможете сделать прекрасное ресторанное блюдо, все, мои хорошие, до новых встреч, я вас люблю, пока!